Финансовый сектор На этом занятии мы поговорим о том, как мировой финансовый сектор участвует в реализации цель устойчивого развития. Для начала дадим определение, что такое финансовый сектор. На самом деле здесь ряд профессий. Это банки, страховые компании, далее управляющие активами, фонды-держатели, как применительно к суверенным фондам, так и применительно к пенсионным фондам, страховые компании, инвестирующие собственные резервы, и, наконец, всевозможные провайдеры услуг. Это рейтинговое агентство, провайдеры индексов и так далее. По каким правилам функционирует этот финансовый сектор, и в чем его роль? Этот сектор занимается размещением капиталов, то есть перемещением денежных средств. По какому принципу функционирует этот сектор? Основополагающий принцип заключается в том, чтобы найти золотую середину между ожидаемой доходностью и возможными рисками. Итак, золотая середина между доходностью и рисками. Последняя важная характеристика финансового сектора. Этот сектор функционирует на основе весьма строгих правил. Что имеется в виду? Имеется в виду, что есть целый ряд регулирующих организаций, Министерства финансов, Центральные банки, независимо регулирующие структуры, которые задают правила участникам финансового сектора. То, что я вам только что рассказал, касается частного финансового сектора в основном, и именно на нем осветочу свое выступление о целях устойчивого развития. А в заключении мы посмотрим, как государственный финансовый сектор, то есть государственные банки, многосторонние банки, двусторонние банки, занимаются этим вопросом. Но главное – это частный финансовый сектор. Среди различных профессий финансового сектора есть одна, которая занялась целями устойчивого развития раньше других. Это инвесторы и управляющие активами. Начинали они не с нуля. Примерно 15 лет тому назад появилось понятие социально ответственных инвестиций. В чем это заключается? Такие инвестиции учитывают данные, связанные с экологией, с социальными аспектами, с такими аспектами, как правильное управление, когда принимается решение об инвестициях. Цель заключается в том, чтобы сократить внефинансовые риски, связанные с этими экологическими, социальными, управленческими факторами. Сектор социально ответственных инвестиций пока невелик. На его долю приходится около 24% от общей суммы кредитования в мире. Но он очень быстро растет. 25% роста в 2015 году во всем мире. Регулирующие организации, по крайней мере некоторые из них, в частности в Европейском Союзе, подталкивают весь сектор управления активами действовать именно в этом направлении, то есть учитывать внефинансовые критерии. Если встать на позиции эпидемида, можно надеяться на то, что такая тенденция станет общей для всего мира. Хотя сегодня это явление наблюдается в основном в Евросоюзе и частично в США. Ясно одно, социально ответственные инвестиции сегодня уже не ниша. Да, пока это узкий сектор, но его удельный вес растет. Есть небольшая часть инвесторов, управляющих активами, которые не довольствуются тем, чтобы учитывать внефинансовые риски в своих решениях. Они стремятся к тому, чтобы их инвестиции оказывали воздействие на соответствующие сектора экономики. И это называется целевое социальное инвестирование. Речь идет о суммах относительно небольших, но эти суммы быстро растут. Порядка 2% от общей суммы кредитования в мире. А в 2016 году рост составил 140%. То есть есть показатели, которые позволят понять, как финансовые потоки позволят улучшить социальное положение той или иной части общества, экологическую ситуацию. Энергический переход – это объективные показатели. Такие инвесторы, осуществляющие целевое инвестирование, исходят из общей тенденции, если посмотреть на все эти вещи, более широко. И сегодня они уже не довольствуются пассивной ролью размещения капитала. Считают, что нельзя следовать за ходом реальной экономики. Не довольствоваться этим. Причем не только по каким-то этическим причинам, причинам ответственности, а потому, что если этого не делать, то возникнут риски. Эти риски очень хорошо сформулировал один из руководителей мирового финансового мира, управляющий Центробанком Англии, Марк Карне, который определил риски того, что будет, если ничего не делать. Физические риски, риски, связанные с переходом. Сегодня эти идеи разделяют и очень многие регулирующие организации мира. Есть два фактора, которые способствуют таким изменениям. Это парижские соглашения по климату и, конечно же, утверждение повестки дня области устойчивого развития. Что привносит цель устойчивого развития в поисках большей полезности финансовых потоков для преобразования мира. Тут есть два момента. Прежде всего, они дают ключи к пониманию того, на что можно оказать воздействие, что в определенной степени облегчает жизнь финансистам, поскольку у финансистов отныне имеется в распоряжении целый арсенал мер, которые они могут принять. И, кроме того, финансисты могут определить эффект от своих инвестиций. Борьба с бедностью, доступ к питьевой воде, клинимат, биоразнообразие и так далее. Второй важный момент – это установление крайнего срока. Имеется в виду 2030 год. А если есть дата, то эту дату можно внести в план действий. И если рассмотреть в совокупности ключи к пониманию и крайний срок, то это образует своего рода матрицу, которая дает финансистам возможность определять ключевые показатели эффективности, и именно это сегодня и происходит. Говоря конкретнее, инвесторы ставят перед собой цели, цели устойчивого развития, измеряют их воздействие и отчитываются перед заинтересованными сторонами о своей деятельности. Тут есть два риска. Первый риск – это весьма существенный разнобой в методике. А второй риск – это несоответствие между самими целями устойчивого развития. И этот уровень касается не только финансового сектора, она касается всех секторов экономики. Здесь надо не только оценивать позитивное воздействие некоторых цур, но и оценивать отрицательное воздействие одних цур на другие. Здесь имеется много инициатив, в частности, по линии ООН, а говоря точнее, финансовая инициатива ООН или программа ООН по окружающей среде ФИЮНЭП, которые опубликовали руководящие направления и предлагают участникам финансового сектора брать эти меры на вооружение. Сегодня это касается фонда-держателей. Многие из них взяли на вооружение принципы устойчивого развития ООН и речь идет о сумме 6 триллионов 600 миллиардов. Это не мелочь. Это тем более важно, что приверженность этим принципам должна подталкивать инвесторов к тому, чтобы они прислушивались рекомендаций ООН. То есть не только оценивали воздействие своих мер, но и отрицательное воздействие на те или иные цели устойчивого развития. Сегодня за пределами ООН появляются новые инициативы, в частности в странах Северной Европы. Тут есть какие-то общие принципы, которые были разработаны нидерландскими и шведскими инвесторами. они касаются пенсионных фондов этих стран, которые взяли на вооружение цель устойчивого развития и используют их как ключи, позволяющие оценить их деятельность. Они решили использовать эти ключи для оценки своей деятельности перед лицом участников пенсионных фондов. Здесь есть многообразие методик. Это одна из трудностей, о которой я уже говорил. Есть и такие факторы, которые облегчают работу и являются свородо акселератором. То есть разрабатываются облигации, которые как раз направлены на достижение таких целей. это так называемые зеленые облигации, то есть это обычные облигации, которые финансируют определенные задачи, так называемые устойчивые облигации и тому подобные вещи. То есть вы видите, что такие ценные бумаги могут использоваться пенсионными фондами и на рынке капиталов. Сегодня эти ценные бумаги появляются и поэтому можно вносить свой вклад в достижение цели устойчивого развития. И эта тенденция идет по нарастающей. приведу один пример. Посмотрим, как относятся к фирмам, которые котируются на бирже. Это достаточно большие активы для финансового мира. редко бывает так, что фирма, которая котируется на бирже, исходит из того воздействия, которое оно оказывает на цели устойчивого развития, по крайней мере на одну, две, три таких цели. Хотя некоторые компании стараются действовать именно исходя из этого соображения и считают это своей задачей. Так происходит сегодня в некоторых случаях во Франции. Этим вопросом пока еще не занимались. Остается еще и вопрос о траекториях. То есть речь идет не только о том, чтобы измерить воздействие на те или иные факторы, в частности на климат, воздействие финансовых потоков на траектории предприятий, представить воздействие финансовых потоков или тех или иных проектов, которые финансируются такими за счет таких финансовых потоков. Все это представляет опленную трудность, в том числе и в техническом плане, и коль скоро есть импульс регулирующих организаций, эти трудности можно будет преодолеть. Есть государственные банки, банки многостороннего сотрудничества, Всемирные банки, Европейский инвестиционный банк, есть банки двустороннего сотрудничества, например, агентства Франции по международному развитию. Есть банки с государственным капиталом, банки, которые существуют во многих странах, в частности во Франции это депозитная касса, и все эти банки должны брать на вооружение цель устойчивого развития. Многие из них уже это делают. Для них это естественно, потому что эти банки по определению обслуживают все общество и в международных масштабах, и в национальных масштабах. А цель устойчивого развития в какой-то степени эта программа рассчитана на это 30-го года, которую реализуют все государства мира, все общества. Тут важна деятельность государств, определение государственной политики, и в этом смысле государственные банки играют важную роль. Эти банки все более и активную роль играют в реализации таких целей. Эти цели устойчивого развития для них представляют все больше и больше интерес, и как ключи к пониманию ситуации, и с учетом крайнего срока. Эти банки всегда стали предстоящей задачей борьбы с нищетой. Это одна из целей устойчивого развития. И даже до 2015 года появились какие-то элементы, касающиеся климата. После принятия Парижских соглашений этот фактор получил дальнейшее развитие. Основная трудность связана с потребностями финансирования цели устойчивого развития. Это очень важно для того, чтобы понять соотношение между частным финансированием и государственным финансированием. Некоторые цели устойчивого развития, в частности, связанные со здравоохранением. Это третья цель и с образованием. Это цель номер четыре требует главным образом государственного финансирования. Есть такие цели, которые касаются сельского хозяйства. Это цель номер два, цель номер двенадцать. Они могут в существенной степени финансироваться из частных источников. Есть инвестиции, которые связаны с сокращением выброса парниковых газов. И здесь возможно смешанное государственное и частное финансирование. Таким образом, необходимо выработать стратегические позиции государственных банков, которые занимаются вопросами развития, и понять стратегическое использование государственных средств для того, чтобы привлечь капиталы в те сектора, которые особенно в этом нуждаются, привлечь финансовые частные потоки, использовать их как рычаг для более рационального использования государственных средств. Все это позволяет уменьшить риски в более или менее неотдаленной перспективе. Для того, чтобы понять и учесть цель устойчивого развития, необходимо понять, что такое устойчивое финансирование, ибо не может быть устойчивого финансирования в неустойчивом мире, поскольку при этом возникают риски для самих финансовых рынков, и это доказано на примере изменения климата и полностью разбалансированные модели мировой экономики. Наличие таких рисков становится основной движущей силой, которая способствует эволюции самого финансового сектора. для развития финансирования экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин